Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск программы Букинфорум студии Татьяна Романюк. Как всегда, в субботу мы напомним вам о самых главных событиях недели ушедшей, расскажем о новых, не менее важных и интересных. Сегодня в выпуске. Без бревен на плечах, но с оптимизмом и энтузиазмом. На Бречне прошел республиканский субботник. Собранные средства пойдут на строительство Центра по диагностике онкологических заболеваний в Минске. Новые задачи для народных избранников. На этой неделе в Бресте начал работу новый состав Брестского областного совета депутатов 27-го созыва. Знаменитые женщины Берестейского края. Кабринчанка, генеральный директор фирмы Ланхайри Конфекцион Белл Валентина Шугай покорила вершину республиканского конкурса «Женщина года». Обо всех этих событиях и не только о них прямо сейчас. 12 апреля все трудовые коллективы Берестейщины стали активными участниками республиканского субботника, главная цель которого в нынешнем году – благоустройство социально значимых объектов, озеленение городов, а также подготовка к встрече зарубежных гостей, которые приедут в Беларусь на чемпионат мира по хоккею уже в мае. Ежегодно субботники собирают огромное количество неравнодушных людей, которые хотят не только словом, но и делом помочь своему городу и своей стране. Личный трудовой вклад каждого берестейца помогает сэкономить немалые суммы. В этом году по приблизительным подсчетам она составит порядка 7 млрд рублей, которые пойдут на строительство в городе Минске Центра по диагностике онкологических заболеваний. Трудились в этот день все и вместе. Такой порыв объясним просто. Общее дело объединяет, а главное результат коллективного труда налицо. В этом убедились и корреспонденты нашего канала. Анастасия Ноздрин-Плотницкая продолжит тему. В этом году всем знакомые еще с советских времен субботники отмечают свой 95-й юбилей. К слову, эта традиция собрала в Брестском регионе 12 апреля более чем полмиллиона неравнодушных граждан. Среди них чиновники, представители общественных организаций, работники заводов и предприятий региона. На одном из самых знаковых и долгожданных в новом Заречном районе объектов, строящейся школе, трудился и губернатор региона Константин Сумар. Глава области вместе с сотрудниками Брестского областного исполнительного комитета занимался благоустройством прилегающей к учебному заведению территории, на которой в ближайшем будущем появится современная модернизированная спортивная площадка. Председатель облсполкома считает, что субботники – это не только достойный вклад каждого в развитие своего региона. В подобных акциях есть весьма значимый воспитательный аспект. Когда человек сам где-то наведет парадок, и когда он уберет этот мусор, уберет какие-то другие кусты, ветки и так далее, он никогда в жизни не бросит мусор, это точно. Поэтому это еще очень большая воспитательная работа проведения таких субботников. А сейчас прекраснейший микрорайон вырос. Это говорит о том, что это труд, это труд десятков, десятков тысяч людей. Не только те, которые строили, но и те, которые зарабатывали бюджетные деньги для того, чтобы мы могли так и строить объект. Первый звонок в новой школе должен прозвенеть уже 1 сентября текущего года. Времени до сдачи объекта сравнительно немного. Губернатор региона лично ознакомился с тем, на каком этапе работ сегодня находятся строители. Новое учебное заведение в этом году примет более тысячи учащихся. Этот объект находится на таком приятном этапе, то есть на этапе, когда мы перешагнули акватор, и сегодня занимаемся кровельными работами, внутренними, отделочными работами. Такой вот период, когда уже для нас, строителей, он приятен. Где-то не так далеко виден и финиш. Новая школа будет оснащена только передовым мультимедийным оборудованием, которое позволит сделать учебный процесс более интересным и доступным для восприятия. Кроме того, учебное заведение поможет решить транспортный вопрос. Юным жителям района не придется ездить за знаниями далеко на общественном транспорте. Они смогут приходить в школу пешком за небольшой промежуток времени. Губернатор региона неоднократно отмечал, что таких объектов, как новая школа, в республике немного. Это очень важный объект для нашей области, в том числе и для города Бреста. Ведь не в каждой области строятся вот такие красивые здания, но большие школы, на 1200 мест. Тем более мы применили здесь самые новейшие отделочные материалы и кирпичную кладку. И вы сами убедились, насколько она внешне красива, но когда мы первого августа посмотрим, уже когда будет внутри отделана эта школа, мы совсем снова скажем, что да, правильно, что мы субботник проводили именно на этом объекте. Оптимизм и желание сделать город краше и чище присущи работникам всех служб горисполкома. За высокоидейными целями стоят и конкретно экономические интересы. Несколько часов работы лопатами и граблями экономят сотни тысяч белорусских рублей, которые в будущем пойдут на решение других, не менее важных вопросов. Участие в таких мероприятиях, уверены чиновники, помогает не только делать родной город чище и красивее. Субботники сплачивают людей. Новый район нашей застройки – это Улька-3. Там работают работники города, споколы и других организаций. Работаем в Западном входе, работаем на вокзале, работаем на Роской. Короче, работает весь город. Я сейчас проехал с самого утра, и уже в 8 часов люди вышли работать на субботе по всем местам. Может быть, конечно, в субботу хотелось и как-то провести время иначе, может быть, на своем приусадебном участке. Но, тем не менее, я считаю, это тоже дополнительная возможность побыть на свежем воздухе вместе с коллективом и с хорошим настроением, как-то почувствовать, что ты делаешь вместе со всей республикой одно большое дело. Целый день берестейцы трудились на главных объектах региона. Служащие и руководители, медики и строители плечом к плечу, не покладая рук, занимались благоустройством родного города. За счет труда каждого формировалась доходная часть всей акции. И как приятно оценить то, что уже сделано. И как здорово, что делается не по принуждению. А значит, у берестейского края большое будущее, коль живут в нем люди неравнодушные. Наступившая раньше обычного весна заставила ускорить работы по благоустройству и наведению порядка в стране. И сегодня трудовые коллективы Беларуси стали активными участниками республиканского субботника. По всей стране работники промышленных предприятий и сельскохозяйственных организаций, природоохранные и лесохозяйственные службы, работники жилищно-коммунального хозяйства, молодежь и просто активные граждане, вооружившись граблями и метлами, дружно взялись за благоустройство и наведение порядка в областных и районных центрах. О том, как в Бресте проходила генеральная уборка и как за один день можно преобразить родной город, вы узнаете из материала Виктории Драгобецкой. Четвертый форт в микрорайоне Южный стал первым пунктом в чрезвычайном месте генеральной уборки города, который посетила наша съемочная группа. Раньше других в лесопарковую зону подоспел коллектив администрации Московского района города. Бок о бок с ними трудились и члены общественного объединения «Белая Русь». Спора и скоро, орудуя топорами и граблями, москвичи очищали от сюрпризов в виде бутылок мелкого сора и даже покрышек территорию фортификационного сооружения. Дело благородное, поэтому все работают с энтузиазмом, все наводят порядок. Я думаю, что четвертый форт рано или поздно, я надеюсь, что все-таки рано, станет хорошим местом цивилизованного отдыха. Здесь должны появиться соответствующие скамеечки, соответствующие, конечно, какие-то зоны небольшого отдыха. И это будет очень хорошее место отдыха для жителей Южного микрорайона, для жителей Ульки. Я думаю, что мы правильно работаем с этим объектом уже не первый год. Профессорско-преподавательский состав и студенты Брестского технического университета решили разбавить рабочую атмосферу субботника, мини-презентации о том, как облагородить эту часть Брестской крепости. Ведь четвертый форт – место уникальное в своем роде, отправная точка Южного городка, а потому представляет большую историко-культурную ценность для нашего областного центра и страны. Мы очень хотели бы обратить внимание местных жителей на эту территорию, чтобы они не относились к ней, как к какой-то брошенной земле. И вот, в частности, решили представить такой проект, который наши архитекторы тоже оформили, о том, как благоустроить эту территорию. Центром композиции будет мемориальный памятный знак и площадь Цеременяла, небольшая. Также предусматривается смотровая площадка для обозрения всех сохранившихся фортификационных сооружений. Ну, в основном, это место для отдыха и спортивные площадки для населения ближе к микрорайону. В проекте мы учли все пешеходные связи, которые существуют, то, что это, по сути, является местом отдыха сегодня для горожан. Логическим продолжением экскурса по объектам трудового десанта для нашей съемочной группы стала историческая земля мемориала Брестской крепости-герой. На знаменитой аллее героев обороны цитадели внимание привлекла группа маляров, усердно выкрашивающих красной краской поблекшие стеллы. Представители организации Белоруссии Ленинского района также проявили солидарность с общественностью города. В самой крепости на всей территории былых сражений горели костры. Правда, не войны, а ветоши, собранные из зеленых зон. Солдаты и школьники, представители общества охотников и рыболовов города, пионеры и члены БРСМ трудились на госпитальном острове и в первостепенном фронте работ. Люди, на самом деле, с удовольствием идут на это мероприятие. И люди гордятся тем, что наш город с каждым годом становится все лучше и лучше, как многие хвастаются, зеленее и зеленее. И в год гостеприимства мы должны показать все прелести нашего города. Дети сами пришли с большим желанием. Вы видите, как они здесь работают. Я думаю, наверное, еще большой роль сыграло то, что они работают совместно с солдатами. Тут очень много мальчишек. Они для них являются, наверное, достойным примером. Потому что сначала мальчишки были более-менее, ну так вот, как бы так, в развалочку не спеша, но потом им пришлось немножко все делать побыстрее, чтобы быть достойными. На финишной прямой мы решили выяснить, как проходит субботник у главных ворот города – Брестского железнодорожного центрального вокзала. Начав уборку в 8.30, рабочие в касках и оранжевых жилетах и в полдень продолжали приводить в порядок территорию варшавской стороны вокзала, реконструкцию которой планируют закончить к началу чемпионата мира по хоккею. Работы ведутся по всей территории, по всем точкам реконструкции. Это здание билетных кас, производится уборка, помещение после завершения ремонтных работ, это здание пригородного вокзала, это сооружение подземный туннель пешеходный, также ведется работа на сегодняшний день и по путевому, по наведению порядка на путях, по наведению порядка на платформах и прилегающей территории. То есть можно сказать, что сегодня вокзал будет чистым? Сегодня вокзал будет чистым и максимально готов к тому, чтобы его в апреле открыть. Республиканский субботник – мероприятие традиционное и не ограничивающееся одним днем. До 1 мая на Брещене будут продолжаться работы по благоустройству населенных пунктов, дорог и лесопарковых зон. Конечно, здорово, когда вот так всем миром наводится чистота и порядок. Но все-таки красота наших домов и улиц, детских площадок, парков и скверов зависит прежде всего от каждого из нас. Ведь любить свою малую родину означает заботиться о ней. Виктория Дрогобецкая, Витер-Халявка, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. А сейчас о других событиях. На этой неделе в Бресте начал работу новый состав Брестского областного совета депутатов 27-го созыва. Депутаты собрались на первой организационной сессии, чтобы официально приступить к исполнению своих обязанностей. Избрание главы областного совета депутатов стало ключевым моментом сессии. Председатель областного исполнительного комитета Константин Сумар ознакомил присутствующих с предварительными итогами социально-экономического развития Берестейского региона в первом квартале нынешнего года и определил задачи для народных избранников на год текущий. Подробности в нашем следующем сюжете. Первая сессия областного совета депутатов 27-го созыва состоялась в Бресте в минувший понедельник. Ее открыл глава областной избирательной комиссии Анатолий Киселев. Согласно законодательству, именно он вел работу сессии до избрания председателя. Глава избиркома поздравил народных избранников с победой и подчеркнул, что предвыборная кампания была проведена в соответствии с Конституцией и избирательным кодексом Республики Беларусь, в результате чего областной освет депутатов представлен в полном составе. В голосовании приняли участие 80,4% избирателей в нашей области. На 57 мандатах был завестирован 121 кандидат. Непосредственно к дню выборов избирательной гонки участвовали 106 кандидатов. Считаем необходимо сообщить областному совету, что у его состава избрана 17 работников в социальной сфере образования, культура, наука, здравоохранения. 14 промышленность, транспорт, роги, строительство, бытовое обслуживание и банковская система. 11 сельское хозяйство. 6 военнослужащие и представители правоохранительных органов. 7 депутатов – это служащие государственных органов. Выборы председателя областного совета депутатов – главный вопрос повестки дня на организационной сессии. В его решении новый состав депутатского корпуса проявил единодушие, отдав свои голоса Сергею Ашмянцеву, возглавлявшего областной совет в течение двух предыдущих созывов. Коллеги отметили, что вновь избранный председатель имеет большой опыт работы, ориентируется во всех сферах социально-экономической жизни региона, и именно он сможет наладить преемственность с предыдущим созывом. Сергей Дмитриевич выразил признательность за поддержку и заверил, что и дальше будет придерживаться своего жизненного принципа – работать на благо людей. Я полностью осознаю всю ту ответственность, которую вы возложили на меня, и ту надежду, которую вы питаете в себе, чтобы в организации должной работы областного совета депутатов. Имея опыт работы и председательного органа власти, и ранее, как здесь уже говорилось, исполнительного органа власти, я убежден, что с вашей помощью мы сделаем все для того, чтобы, действительно, наша работа была очень плодотворной. Глава региона Константин Сумар поздравил Сергея Ашмянцева с очередным признанием и доверием депутатского корпуса, но одновременно нацелил и руководителя Советов и всех народных избранников на новый виток работы, который обещает быть достаточно сложной. По словам губернатора, темп экономического роста пока заметно уступает запланированным. Особенно это касается таких отраслей, как промышленность и сельское хозяйство. Есть проблемы и с переполненностью складов. Положительным фактором в череде итогов социально-экономического развития стал рост экспорта продукции. Глава области отметил, что львиная доля заслуги в этом деле принадлежит частникам. Приведу некоторые цифры. Так, на долю организации малого и среднего бизнеса приходится четверть объема валового регионального продукта и 24% объема промышленного производства в области. 40% объема экспорта в области – это экспорт частных предприятий. Конечно, здесь мы частные считаем акционерное общество, которое тоже имеет большие объемы, но в то же время я хочу сказать, что именно в частном секторе сейчас очень много делается экспортной продукции. Как отметил глава региона Константин Сумер, главная задача для областного совета депутатов, как в текущем году, так и в перспективе – рост благосостояния и улучшение условий жизни населения за счет инновационного развития и повышения конкурентоспособности нашей экономики. Основными задачами на текущий год является, первое, это, конечно же, модернизация и техническое перевооружение экономики. Второе – повышение экспортного потенциала и диверсификация рынков сбыта. Третье – улучшение инвестиционного климата и обеспечение роста инвестиций в экономику, жилищное строительство и социальную сферу. И, конечно же, развитие малого предпринимательства. Считаю, что выполнение целевых ориентиров позволит обеспечить в этом году нам прирост валового регионального продукта, как это мы и планировали с вами, на сессии не менее чем на 103%. И последнее – это, конечно же, организация работы по наведению парадка, обо чем я говорю, перерыве на нашей земле, в наших городах и селах. И руководителям гороисполкомов, комитетам и управлением надо в этой работе принимать самое активное участие. Сформирован важный орган – областной совет депутатов, который играет большую роль в социально-экономическом развитии области. Определены задачи на будущий год, задан правильный темп плодотворной работе. Но главное, чего должны придерживаться народные избранники – работать на благо людей. Виктория Драгобецкая, Дорог Бакунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Вы смотрите итоговую программу на канале БУК-ТВ. Продолжаем разговор об актуальном, важном и интересном. Давно прошли те времена, когда женщине отводилась второстепенная роль. Современных представительниц слабого пола и слабыми назвать трудно. Проходя по нелегкому пути к достижению успеха, преодолевая различные препятствия, женщина может достичь высот в любой сфере, разрушая устоявшиеся стереотипы. Она независимо умна, добычится всех благ и порядков. От кухонной плиты женщина пришла в школы и медицинские учреждения. Дамы управляют фермерскими хозяйствами, владеют фирмами, возглавляют огромные корпорации. Они наравне с мужчинами заседают в парламентах и принимают важные для государства и общества решения. Женщины-синеки являются активными участницами общественного движения. И самая массовая из них – Белорусский союз женщин, который насчитывает в своих рядах более 180 тысяч представительниц прекрасной половины человечества. 4 апреля в Минске подвели итоги шестого республиканского конкурса «Женщина года». Впервые в числе победительниц оказалась представительница славного города Кобрина. Итак, знакомьтесь, генеральный директор компании «Лангхайри Конфекцион Бел» Валентина Шугай. В этом году организаторы конкурса «Женщина года» приняли решение сократить число номинаций до 10 и при этом вывести на первый план наиболее значимые. Председатель Белорусского союза женщин Надежда Ермакова отметила, что конкурс очень важен, о чем говорит большое число женщин, желающих в нем поучаствовать. На первенство в номинациях конкурса претендует лучший из лучших и одержать в нем победу нелегко. Главной целью республиканского конкурса «Женщина года» является оценка роли женщины в современном обществе и ее вклада в экономику государства и духовно-нравственное возрождение нации. Одна из номинаций конкурса называется «За удачный дебют и развитие бизнеса». Именно в этой номинации генеральный директор предприятия «Лангхайнрих Конфекцион Белл» Валентина Шугай и оказалась самой лучшей, разделив лавры первенства с представительницей Могилева. Я хочу сказать, что нужно любить свое дело, которое делает в первую очередь. Оставаться всегда женщиной, неважно на каком посту ты находишься. И чтобы взлететь, нужно не бояться шагнуть в пропасть. В 2006 году Валентина Шугай устроилась главным бухгалтером на работу на открывшееся в деревне Дывинг Кобринского района предприятие известной немецкой фирмы «Лангхайнрих», занимающейся производством тканей. Наконец-то осуществилась мечта – начать новое дело с нуля, где не было бы недоработок предшественников. Усмотрев Валентине Григорьевне огромный потенциал и талант предпринимателя, руководство немецкой фирмы через год предложило ей возглавить это предприятие. За семь лет работы генеральным директором Валентина Шугай ни разу не пожалела о принятом решении. Под ее руководством предприятие успешно развивается. И если поначалу здесь работало всего три человека, то теперь штат насчитывает 143 работника, и 130 из них – женщины, большинство которых проживает в деревне Дывин и поселке Ореховский. Именно благодаря их труду фирменная ткань «Лангхайнрих», которая поставляется из Германии на предприятие в Кобринском районе, превращается в столовое белье, скатерти и салфетки всевозможных расцветок и форм обработки. Затем готовая продукция отправляется опять-таки в Германию, откуда разлетается по всему миру. О качестве товара свидетельствует то, что покупателями являются четырех- и пятизвездочные отели, авиа- и железнодорожные компании, рестораны высокого класса. Но «Лангхайнрих Конфекцион Белл» в результате имеет валютную выручку 80-100%. 2014 год обещает быть особенным для предприятия. Уже завозятся автоматические линии, которые позволят значительно увеличить объем производимой продукции и повысить производительность труда на 70-80%, и это при том же количестве работников. Работа талантливого руководителя не раз была отмечена на самых различных уровнях, о чем свидетельствуют дипломы, грамоты и благодарственные письма. Занимается Валентина Шугае благотворительностью, но афишировать это не любит. Конечно, работа и общественная жизнь отнимают много времени, но при этом женщина-предприниматель остается любящей мамой и заботливой бабушкой. Внуки обожают бывать у нее в гостях и используют каждую свободную минутку для общения. А уже взрослые замужние дочери по-прежнему видят в своей маме лучшую подругу, с которой можно поделиться радостями и горестями. Находится время у Валентины и для хобби, в числе которых цветоводство и рыбалка. Нужно в своей жизни всегда уметь соблюсти определенный баланс между работой с семьей, между родными и близкими, любить свой коллектив, свою семью, и всегда найдется время. Успешно дебютировав в бизнесе, Валентина Шугай развивает предприятие и не собирается останавливаться на достигнутом. Именно это и было отмечено членами жюри, которые определяли лауреатов и дипломантов республиканского конкурса. В десяти номинациях дипломы победительниц получили 17 лучших женщин Беларуси. Так как конкурс женский, то вручать награды было доверено мужчинам. Я горжусь тем, что у нас такие женщины, то, что у нас женщины, которые сегодня выполняют свой профессиональный долг, фактически рождают женщину, вы уже профессию получили. Это и мамы, это и хозяйки, и насколько это тяжелейший труд, остается только об этом догадываться. Мы, мужчины, наверное, до конца все равно это никогда не поймем. Но ваша профессия, которая воплощает еще ко всем прочим профессиональные ваши навыки и в сочетании с общественной деятельностью, это на самом деле заслуживает искрой благодарности, слов благодарности не только от нас, мужчин, а от всего общества. Если у женщины есть гармония в отношениях в семье, успех на работе и востребованность в обществе, тогда она действительно может называться женщиной с большой буквы, женщиной года. Искусство создания кукол уходит в глубокую древность. Первые игрушечные человечки были известны уже у первобытных людей. Однако кукла в современном понимании появилась только в XIX веке, когда у мастеров возникло желание сделать именно эту детскую игрушку объектом искусства, вложив в создание образа не только творческое вдохновение, но и яркие нотки дизайна и стиля. Сегодня, в XXI веке, кукла стала настоящим арт-объектом. Для создания уникального в своем роде произведения искусства авторы прибегают к самым разным техникам и формам. Благо, изобилие материалов для творчества позволяют. Каждый год количество так называемых кукольников только растет. С одной из мастериц Берестейского края познакомилась и наш корреспондент Анастасия Ноздрин-Плотницкая. Авторские куклы – это художественный объект, созданный для созерцания и душевного общения, уверена брестская мастерица Евгения Анискевич. Биолога по образованию творчество привлекло относительно недавно. Однако, благодаря упорству и большому желанию, спустя довольно небольшой промежуток времени, девушка овладела на высоком уровне искусством создания креативных вещей. На просторах интернета я открыла для себя таких кукол Тильт. Они меня вдохновили своей простотой, но при этом изяществом. Но, как в любом другом деле, не хочется останавливаться на достигнутом, и мне захотелось чего-то более сложного и трудоемкого по процессу, по своему созданию кукол. И так я открыла для себя куклы-тыквоголовки. Так они называются из-за формы головы, она напоминает тыкву. И тут они меня и захлестнули в этот сказочный кукольный мир. Кукольных дел мастер – так в шутку называют близкие и родные Евгению Анискевич. Сегодня ее творческие работы находятся во многих странах мира, среди которых Россия, Казахстан, Германия. Долгые экспонаты у мастерицы не задерживаются. Раскупаются куклы очень быстро, поэтому домашняя коллекция невелика. Я пока не работала на ярмарке, на выставке, потому что это надо делать-делать много, оставлять, чтобы с этим приехать с чем-то, что людям показать. А я знаю, общаюсь тоже с мастерами кукольниками, они рассказывают, что они шьют и как бы оставляют пока на время, но это уже определенному человеку. У меня пока так не получается, потому что люди не выдерживают ждать несколько месяцев, они хотят чем побыстрее получить свою куклу. Недавно Евгения стала мамой, поэтому время на творчество в напряженном дневном графике приходится выкраивать. В эти редкие свободные минуты Евгений Анискевич занимается разработкой уникальных авторских аксессуаров. Различные шапочки, повязки с объемными узорами, которые мастерица создает за считанные часы, помогают и маме, и ребенку подчеркнуть свою индивидуальность. Особенной популярностью пользуются такие аксессуары, как для мамы и дочки. Вот хочется всегда свою маленькую принцессу одеть, похожую на себя и наоборот. Поэтому вот какие-то шапочки, две одинаковые, но разного размера или повязки. О творческих планах Евгения Анискевич говорить немного. Главное, уверена девушка, знать, к чему стремиться. Тем не менее, Евгения продолжает свои творческие поиски. Она вкладывает в каждую креативную вещь частичку себя, тем самым реализуя неугасимое желание творить. А в будущем Евгения хочет открыть свою творческую мастерскую, чтобы получить возможность удивлять и радовать брещан и гостей города над Бугом. Вы смотрели итоговую программу «Букинформ». Это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале «Бук ТВ» работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20 6367. Делитесь с вами проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу «Букинформ» в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте booktv.by. Познавательные, важные и актуальные темы, просмотр заинтересовавших вас сюжетов – все это вы найдете на сайте нашей телекомпании booktv.by. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Татьяна Романюк, с вами прощаюсь. Добрых вам новостей, до встречи в эфире. 13 апреля в воскресенье ночью республика в основном будет находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления. Днем погода обусловит теплые, неустойчивые воздушные массы, смещающиеся с Западной Европы. На Брещене в этот день будет наблюдаться переменная облачность. К вечеру возможен кратковременный дождь. Ночью и утром в отдельных районах сгустится туман. Ветер южный, умеренный. Температура воздуха ночью составит плюс 5-7 градусов. Днем столбики термометров покажут 12 градусов тепла. 14 апреля в понедельник через территорию страны ожидается прохождение фронтальных разделов с Балтийского моря. На большей части территории страны, в том числе и в Брестском регионе, пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, умеренный, днем порывистый. Температурный фон ночных часов составит 6-8 тепла до 8 градусов выше нуля днем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова